Костяк ОПК Самарской области составляют предприятия авиационно-космической отрасли, такие как РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор». Президентам России поставлена задача довести долю гражданской продукции, продукции двойного назначения, до 30% к 2025 году и до 50% к 2030. Об этом напомнил губернатор Дмитрий Азаров. При этом прекрасно понимаю, что в предприятии есть специфика, очень серьезная специфика. Тем более, считаю важным обсудить сегодня эти вопросы и хочу для себя понять, как мы эти задачи, которые президент поставил, будем решать и на конкретных предприятиях. Участники совещания считают, среди факторов, сдерживающих диверсификацию производств, недостаток финансовых ресурсов для запуска производства гражданской продукции, высокую конкуренцию на рынке потребительской продукции, дефицит инженерно-технических кадров. Среди возможных мер решения задач на совещании прозвучало предложение облегчить налоговое бремя предприятий, вкладывающим средства в диверсификацию. Для организации этой работы на системной основе Владимир Купцов предложил создать координационный экспертный совет, куда бы вошли руководители оборонных предприятий, представители Союза машиностроителей, Союза работодателей, Министерства промышленности и торговли Самарской области. Прошу руководителей предприятий ОПК уделить особое внимание вопросам участия в реализации национальных проектов с использованием имеющихся производственных мощностей. Руководителям предприятий необходимо в кратчайшие сроки поделиться возможностями проектов, чтобы власти понимали, какие шаги в направлении диверсификации уже ими сделаны. Виктория Шарая, События. Будем решать и на конкретных предприятиях.